Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Сегодня хоррорушка под названием First of Atom Home Alone. Я уже играла другие эпизоды от этих разработчиков в Нордфуд Хичхайк и Айронбарк Локаут. Мне очень понравилось, поэтому хотелось бы еще пройти оставшиеся две части. Начнем с Home Alone. Эпизод длится 20 минут. Надеюсь, будет жутко и страшно. Кстати, все истории якобы основаны на реальных событиях. Эпизод 1. Home Alone. 12 июля. Я не хотел выставлять эту историю на Reddit, потому что она показалась бы неправдивой. Я не знаю, с чего начать. Прошу прощения за мои навыки в рассказе истории. Думаю, пора начать рассказ. Нужно будет успевать переводить, потому что тут само клацается. Это случилось в середине лета. Мои родители отправились в уикенд по работе. Так, я посчитал, что смогу сделать для себя отдых. Так, так, так. Он, получается, все это время спал. Изо дня в день он занимался тем, что спал. И подумал, что нужно это как-то исправить. Чем-то другим заняться. Это такой мерзкий будильник. Я почему-то подумала, что это сигнализация какая-то. Фу, как на уши давит. Ну ты красава, конечно. Родители уехали. Все. Спи. Спи. Спи сколько захочется. Так, это че? Это наша домашняя работа. Так, а сколько главному герою лет, интересно? Он, получается, еще учится в школе. Ладно. Мама прислала три сообщения. Escape to read message. Блин, тут же все на английском. Последняя часть была переведена. Там, конечно, был ломаный английский, но все равно было хотя бы что-то понятно. А тут... Так, так, так. Он спрашивает у своей мамы, когда вы вернетесь. Они вернутся в понедельник. Так, так, так. Она пожелала нам хорошей сладкой ночи. Он будет заниматься домашним заданием. Да, да, да. Знаем, чем ты будешь заниматься. Спать и больше ничего не делать. Береги себя, дорогой. Мама нас предупреждает о том, что перед тем, как засыпать, нужно проверять, закрыты двери или нет. Все правильно. Да, такое нужно делать. Ой. Мне дали достижения. Прочитать чаты. Curious. Можно было их и не читать. Пацан пишет, что он может заказать себе пиццу. А мама говорит, нет. Никакой пиццы. Чекай холодильник. Там все есть. Блин, так неинтересно. Какой-то Мейсон Оливер. Скорее всего, это дружбан наш. Ммм. Так, ты придешь за трек Джессики? Ммм. Он придет. Какие-то сокращения, которые я не знаю. Так, что случилось? Какие-то у него якобы, судя по всему, проблемы с Джессикой. Ладно, все переводить не хочется, тратить на это время. Опа. Комната родителей. А свет можно включить? Нет, нельзя. Ладно, он нам сказал, что очень хочет кушать. Поэтому идем. Так. Блин, меня это напрягает. Когда высвечивается Си и написано Краунч. Как-то сразу становится не по себе. Ой. Взяла и выкинула. Так, где микровейв? Микровейв. Не вижу. А, наверное, тут. Ждем, пока приготовится. Так. Кушать будем где? Наверху? Или в кухне? Кушать. 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 Все двери закрыты. Окна закрыты. Все нормально. Пока что ничего страшного не происходит. Ммм. Ход в вас already. Хорошо. Будем садиться за стульчиком. Нет. Тут действия не высвечиваются. Может быть надо вилочку с собой взять, нет? Окей. Не поняла. Это окно? Фу, блин, я испугалась, что уже дверь открыта. О, может телек посмотреть тут покушать? Да. Вот это оно. А где пульт? Ё-моё. Все, садимся. Что там показывают? Это динозавр? Ой. О, там кто-то прошел! Кто-то поднялся по лестнице. Так, покушали. Можно и поспать. Бляха, еще музыка такая тут. Я не могу. Может быть это Оливер? Приехал, подкрался к нам и хочет нас напугать. Ага. Мыть посуду ты не будешь, ладно. Ага. Мыть посуду ты не будешь, ладно. Так, что он тут пишет? Я тебе обещаю, чувак. Мы have plans with not. Что они тут планируют, я не могу понять. Ты должен прийти к Джессике завтра. Ты должен ее увидеть. Так, в ростынь. Какой-то у них замес начался, ладно. Собака начала гавкать. Это плохо. Я слышу какие-то звуки. Слышите? Он поднялся наверх. Этот человек поднялся наверх. Тут спрятаться негде. Под кроватью вроде бы как я никого не вижу. Ладно. Спокойно делаем уроки. Как будто ничего не произошло. 12.38 Я закончил свою домашнюю работу через пару часов. Так, машины не ездят, Люли не ходят. Мама прислала смс-очку. Переживает. Переживает за нас. Так, это Голливер убираем. Чё тут мама написала? Don't stay up to let you kids. Чего-чего-чего? Она предупреждает его, чтобы он не опаздывал в школу. Скорее всего. Она не хочет потом услышать от учительницы. Ложимся спать. Блин, надо было дом проверить. Пацану захотелось воды попить чуть-чуть. Музыка такая. Это вода. Такой звук, как будто кто-то открыл газировку и начал ее пить. Дразнится. Знаешь, что мы пить хотим? Чё за музыка такая? Один вопрос остался незакрытым. Кто-то телек смотрел? Куда пропал чел, который поднялся по лестнице? Я просто хотела выглядеть на улицу. Кто знал, что тут какой-то шнюк? Класс. Блин, у меня аж игра вылетела. Прикиньте, это какой-то кошмар. Я просто хотела открыть дверь, посмотреть, что там вообще происходит. Какая-то музыка страшная. Ничего не понятно. Никто нигде не ходит. Не, ну... До этого кто-то поднялся, конечно. Но мы его не нашли. Ух ты! Ух ты! Ё-моё! Да-да-да, мы все это знаем. 12 июля. Страшный день, ё-моё! Тихо! Скипаем. Какой кошмар! А что делать, я не понимаю. Тихо! 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 Все смс мы читали нормально Так, игратель будет каждый раз вылетать, когда на меня будет какой-то мужик нападать Или что? Я не могу на улицу выйти, а ну Пока что день Пока что день, все нормально Уйти мы не можем из дома, ладно Задний двор У нас собака есть? Я слышала, как лает пес Собаки нет, значит у соседей гавкала Заметила, что у нас тут какая-то подлюка лазит Начала гавкать Так, а это что? Это к машине, да? Может быть получится на машине уехать? Как думаете? Прокраситься к машине И уехать Ой-ой-ой-ой-ой Ладно, мы просыпаемся ночью Идем попить воды Скорее всего в холодильнике надо будет брать Потому что тут я не вижу никаких стаканов, бутылок Ничего Ничего нет Идем смотреть телевизор Есть ли смысл сейчас вот это ходить по окнам чекать или нет? А ну Смотрим на лестницу Пошел Вот куда он, сука, пошел? Куда ты пошел? Ходит как по своему дому Вообще Обнаглел А ты тоже, блин, сидишь Хаваешь и не видишь Как по твоему дому Ходит какой-то незнакомец Это же сразу в глаза бросается Две топтышки наверх поднимаются Это ненормально О Я могу взять бутылку Мы уже знаем, что на меня нападут Поэтому Берем с собой бутылку Может быть, получится там наверху выпить Да что ж ты по этой лестнице идешь, как Не пойми кто Оливер очень хочет, чтобы мы на какую-то вечеринку пришли Скорее всего С Джессикой потусили Ой На какую там букву покидывать Я все выбила случайно Придется все-таки вниз спускаться Ладно Фух Нужно придумать план отступления Но пацан-то еще не понимает Это же пацан Что в доме кто-то есть Он никого не видел От мамы сообщение Че написала? А ну Музыка стремная Не играет Я еще могу, наверное Порыскать по дому Может быть, он где-то тут? Ладно На приседках Это че такое там висит? Пока что я ничего не вижу Так, а где ключи от машины? Блин, главного героя вообще ничего не напрягается У тебя по всему Ладно Давайте еще пол к нам пошарим Тут такой дом В нем тяжело спрятаться Тут нет каких-то, не знаю Мест, где можно Зашкериться спокойно Даже нам нельзя нигде спрятаться Я уже молчу за какого-то Рандома Пришел тут Ладно Отправляемся спать Что-то как-то он с лестницами вообще не дружит Ладно Ключи от машины я нигде не видела Может быть, мельком Просто я даже не знаю, как отсюда спасаться Мне захотелось немножечко попить Ну, идем Что такая музыка? Будет считаться или нет? Судя по всему, засчиталось Ты там? Майлз? А почему мама ему прислала это сообщение? Кто возле этой двери? А, мы можем спрятаться под кровать Так это очень очевидное место Тут бы нас сразу нашли Я под кроватью Ладно Первый вопрос был в том Где спрятался этот мужик Почему он спокойно ходит по дому И мы его никак не видим Второй вопрос Откуда у мамы фотография этого мужика? Она что там напротив в доме сидит и следит? Типа чем все закончится? Еще и гробец сломала Так, а, это Паула прислала Позвони в полицию Она сказала закрыть все двери И позвонить в полицию А, ну там А чего он просто стоит? Какой-то дед Мы, блин Это что? А где телефон? Телефон Блин, тут толком Ничего особо Такого не происходит Но Это так страшно Потому что Истории Действительно Похожи На какую-то реальность Похожи Блин, наш язык Заплетакается Может ему открыть? Что-то мама написала Ладно Она написала Что Ни в коем случае Не открывай А у меня нет телефона Как позвонить в полицию Если у меня нет телефона? Может быть Если бы Мужик понял Что здесь кто-то есть Мы бы везде Свет повключали Он бы ушел Зачем он сначала У меня окно разбил А потом позвонил Падла такая А, Паула пришла Мама написала Ты слышишь ее? Паула у двери Блин, ну кто-то же Мне окно разбил Сука, сейчас где-то О, я его видела Ну почему я так испугалась Это уже Игра не вылетает Бля Почему игра Каждый раз Вылетает Это ужас какой-то Как пройти? Написано 20 минут геймплея Вы что С ума сошли? Что делать? Что делать? Так, я обдумываю В голове план Скорее всего Нужно было Вылезти из-под кровати И потом Когда мы услышали Как открывается дверь Обратно вернуться в комнату И залезть под Кровать Потому что Скорее всего Паула Или Пола Блин Кто она такая? Она уже вызвала Копчиков И нужно только Как-то зашкериться Сука Хребаный дед Усатый Вы видели? Это вообще Да за шо Хейтер Доколебался до нас Че ему не нравится? Блин И каждый раз Одно и то же Каждый раз Одно и то же Сделали бы А, ну че Это же самый первый эпизод В последнем эпизоде Там есть сохранение Хотя бы одно Все Идем Хавать Охуенный Хавчик Блин Пацан Ты еще не знаешь Что тебя ждет И че он сначала Зашел Поднялся Наверх Вон Потом опять Вышел Слишком много Вопросов Это у него игра Наверное Такая Если бы хотел Напал бы уже Во время Во время сна На него Не знаю Анализ пошел Преступника Сокращаем Сокращаем себе Игру Берем Воду Еще этот Оливер Так Колебался С своей Вечеринкой Так Ставим На G Блин Надо уроки Сначала Сделать Точно Ты серьезно? Он говорит Что не может Сфокусироваться Пока Телевизор Внизу Работает Я забыла Выключить Да ну да Блин Ладно С такой Музыкой Тяжело Сфокусироваться Еще кстати Тут такая Фишка Во всех Эпизодах Фирстуфа Там Боком Ходить Намного Быстрее Тут Как бы Бега Особо Нет Но зато Если ты Боком Идешь То Очень быстро Бежать Начинаешь Достаточно Быстро Воду Поставили Так Давайте Возьмем Спустимся Вниз Надо Его Увидеть Может Скрип Сработает Бьем Так А деда Почему-то Нет Все Закрыто Ладно Видимо Когда мы Пьем Воду Нужно Находиться Еще Дополнительно В комнате Чтобы Пришла Смс Идем Проверять Ни в коем Случае Не открываем Все по схеме Все по схеме Идем В комнату Закрываемся Прячемся Ждемся Да Пола Уже Вызвала Полицию Блин Ну мне В любом Случае Придется Вылазить Только Что потом Делать Вниз Я не могу Побежать Значит Нужно Вернуться Обратно Успеть Продолжение следует Я по съебам Я по съебам Дед Отвали Отстань Какая падла Нахрена Она в дверь Звонит Зайди Не знаю Топор Возьми Палку Какой Бетого Идет Все Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сразу после того, как я сказала, игра не вылетает, она вылетела. Класс. Первый эпизод Найс. По вылетам? Блин, ну... Вот это то, о чем я говорила уже. Фирсту Фатом. Несмотря на то, что здесь такая графика, все истории, они очень цепляют тебя. Мурашки бегут по телу, они жуткие, потому что... Ну, если это правда, они все основаны на реальных событиях, и они так обыгрываются, как будто действительно в реальности. Ты в это все погружаешься, и вместе с главным персонажем не понимаешь, что тебе делать, куда бежать. Все классно, только вот, ну, плохо, что не было сохранения в первом эпизоде. Каждый раз все заново, и постоянная игра вылетала почему-то. Очень хорошо, что разработчики пофиксили это в следующих. Ну, скорее всего, в Карсон Хаус. Наверное, тоже не будет еще сохранения. Не знаю. Посмотрим. В общем, мне понравилось. Мне понравилось. Единственное, плохо, что не от перевода, не совсем сразу все понятно. Но это... Особо не мешает данной игре. Надеюсь, вам тоже понравилось. Все плынные находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok